Привет, мои дорогие! Я очень рада видеть вас сюда на канале. А сегодня меня в кадре не будет, потому что сегодня я вам хочу рассказать про базовый набор косметики, с помощью которого можно сделать макияж просто на каждый день для особого случая. То есть это такой конструктор очень классный, и я сегодня обязательно расскажу вам свои фишечки, наработки в качестве пейсажиста уже на протяжении многих лет. То есть это не просто перебирание банок будет в кадре. И в конце ролика, как всегда, вас ждет подарочек, так что оставайтесь, пожалуйста, со мной. Вот только села снимать видео, там птички запели, красота. Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях, как вам еще такой формат, где я в кадре, меня не видно, просто косметика и руки. Так, не будем затягивать, начинаем. Начинаем, конечно же, с тональной основы. У меня выходило на канале видео как раз не так давно про мои самые любимые тона. Обязательно посмотрите, если вам эта тема интересна. В данной ситуации тональная основа увлажняющая, легкая, которая слегка выравнивает тон кожи. Выглядит незаметно, не читается, при этом с ней очень легко работать. Для меня это такие основные критерии были, потому что когда я с утра, я обычно очень рано делаю макияж, в 6 утра или раньше, его делаю. Мне хочется сделать это максимально быстро, чтобы тон красиво выглядел как днем, так и вечером. Но желательно, чтобы при этом стоил недорого. Действительно, очень легко распределяется, он очень комфортный, он не читается на коже. У меня уже не первая баночка, оттенок 2-3 Light. Пользуюсь им каждый день, и пока что один из самых любимых тонов, в принципе, во всех сегментах. Да, каждый день для особого случая задача тональной основы это выровнять тон кожи, чтобы она выглядела максимально красиво и естественно, взяли еще и холеное. Остальные нюансы мы перекрываем, как правило, с помощью корректоров, консилеров. Итак, дальше. Дальше как раз консилеры. У меня сейчас вот такие два косметички на каждый день, но на самом деле вот этот я бы убрала достаточно только одного. Задача вообще, в принципе, консилера это перекрыть нюансы, которые бы мы хотели скрыть немножечко. У меня это, как правило, синячки под глазами и какие-то небольшие высыпания. Вот это консилер бюджетный, это, кстати, тоже от корейского бренда Enough. Он у меня сравнительно недавно, до этого у меня был синий крышечкой. Напишите, пожалуйста, кстати, нужно ли видео по консилерам. Это тот продукт, которым я сейчас пользуюсь каждый день. Вот этот я сюда просто беру из этой косметички. Для меня вообще консилеры это марки стали каким-то открытием, потому что они бюджетные. Вот этот я за 370 рублей покупала на Велберис. Они очень пигментированные, в них много пигмента, он такой достаточно комфортный. При этом практически не сушит, если кожу хорошо подготовить, напитать предварительно. У меня комбинированная склонная к сухости. То есть он отлично справляется со своими обязанностями. Это просто не первый дубль, поэтому у меня тут даже куча свечи на руке. Сейчас я здесь покажу. Вот который серебряный крышечка, девочки, он чуть-чуть более такой пигментированный, более сухенький. А который с синей крышечкой менее пигментированный и более влажняющий. Я обязательно для вас сниму видео, если вам нужно будет. Напишите, пожалуйста. Вот он классный. Мне он очень нравится. Сейчас продукт менее пигментированный. Это консилер от марки L'Oreal. Вообще их два в косметичке не нужно. Я оставлю просто вот тот, который. Потому что этот менее пигментированный, он более легкий. Он тоже хороший. Но, например, вот мне на мои утренние синяшки под глазами его уже не хватает. И если мне перекрыть нужно какой-то нюанс с помощью этого консилера, мне также его все-таки недостаточно. Поэтому для меня это не такой прям супер мультифункциональный базовый продукт, как корректор и консилер от бренда Enough. Вот это, кстати, подороже. Я его покупала в Магните. На скидках уже не помню, по-моему, рублей за 500. То есть я стараюсь, когда каждый день делаю мейкап, делать его таким образом, чтобы я всегда в любой момент могла просто взять и убежать. И оставиться в первозданном виде, так как есть. Так что обычно я всегда начинаю с дона, потом перехожу к консилерам и дальше к бровям. Если же я делаю макияж на выход, то сначала начинаю с глаз, потому что, как правило, он более яркий, интенсивный, и какие-то продукты могут подсыпаться, и придется просто корректировать тон кожи. Следующим этапом обязательно прорабатываю брови просто карандашиком. Вен Сабо Бру Аркад оттенок 0.1. Одно время, помню, раньше была проблема с продуктами для бровей. Приходилось покупать в люксовых брендах, заказывала, помню, постоянно скульпт-бьюти Анастасию. Сейчас бюджетным сегментом все намного обстоит лучше, и опять же вен Сабо Бру. Вот такой карандашик просто находка. У меня были все оттенки, сейчас оттенок 0.1, он очень красивый. Специально села снимать в предненном свете, чтобы косметика была видна так, как она просто есть. То есть на каждый день как раз я выбираю именно карандашик. В принципе, были все продукты, только можно. Потому что с утра, честно, я не могу себя заставить сделать что-то еще. Я просто дорисовываю необходимые участки у себя и, в принципе, быстренько корректирую все это с помощью щеточки, подчищаю. И в дальнейшем уже побежала. То есть, в принципе, если мне нужно быстро сорваться и убежать, то у меня уже будет готов тон. У меня будут уже перекрыты консилером какие-то основные нюансы и сделаны бровки. Про инструменты расскажу чуточку позже. Сейчас следующий этап это вот такие вот румяна от бренда Шик. Мне они очень-очень понравились. Это оттенок Дилифинюм. Я про них рассказывала. Мне нравится то, что можно их просто даже нанести в конце. Например, вот такой вот кисточкой. И, соответственно, макияж останется на месте. Ничего не испортит, что для меня это классный базовый продукт. Я очень долго искала именно вот этот оттенок. Мне чем они понравились? Тем то, что они достаточно кремовые. И при этом у них такая чуть суховатая текстура. Прям по карандашу сверху. И они не липкие. Они очень комфортные вообще. То есть прям очень классно. Я никогда не была фанаткой прям кремовых румянов. Мне так понравился этот оттенок. И покупала я их полно вайлбуре с рублей за 800. То есть я вообще не пожалела об этой покупке. Их можно нести деликатно. Их можно при необходимости просто... При необходимости их можно просто наслоить. И будут выглядеть очень-очень красиво и эстетично. Они такой прям красивый дорогой эффект дают на коже. Мне очень нравится. Ниже я могу нанести также и на... Видите, они чуть сухолаты. Ниже я также могу нанести и на губы, и на неподвижные веки. Просто этой же кистью. Что я иногда делаю, когда с утра просто опаздываю. Или когда очень сильно не выспалась. Просто делала вот такую фигу из кисточки. И как же так? Дела фигу из кисточки. И вот так вот, ухи-ухи-ухи, неподвижный веку. Все. Это очень удобно. Кстати, кисточка столетняя вообще. Шик 10Т. И уже много лет. Я таких покупала в кейс тогда, помню, очень много. Секунда, сейчас. То есть вот румяна у меня по сути одни. У меня одни румяна, один тон. Консилер. Карандашик для глаз. У меня уже, видите, заканчивается. Это Yensabo. Оттенок 603. Очень-очень классный коричневый карандашик. В базовом оттенке. Вообще в любой непонятной ситуации. Он гелевый, стойкий. Можно вообще набрать просто кисточкой. Использовать в качестве подводки. Очень классный карандашик. У меня, кстати, достаточно давно уже. Мне год точно, по-моему. Он не высох с ним. Ничего не произошло. У меня не выскочил грифель из него. И красивый цвет. Он не черный. Он такой коричневый, правильного оттенка. Абсолютно просто база на каждый день. И если мне как раз нужно на выход делать более интенсивный макияж, я могу просто им проработать, потушевать кисточкой, растушевать. Он фиксируется, но не очень быстро. То есть есть время еще растушевать. И при этом стойкий. Я очень рада, что его купила. Прям такая удачная покупка оказалась. Обязательно для меня такой важный этап. Это карандаш для губ. Я практически в 99% случаев оформляю контур губ. У меня много карандашей. Я просто распихан и вообще по всему дому, по всем сумкам. Но вот самые любимые это карандашики от Венсабо. Я уже их очень-очень много раз перепокупала. И вот этот вот уже просто купила снова. Это оттенок 01. Самый любимый у меня 0,7 вообще-то. Но его просто не было. Напишите, пожалуйста, нужно ли вам видео отдельно по карандашикам для губ. У меня помню этот ролик был. Но сейчас уже много других набралось. Я думаю, что будет интересно. Базовый красивый оттенок. Можно дарить миллиметров подарок своей губы. Но только лучше. Он очень крутой, потому что он фиксируется. Он стойкий. Фиксируется он не сразу. Я его успеваю растушевать. Он хорошо долго держится. И мне что нравится, когда он заканчивается. У меня уже точипочек просто в другом месте лежит. Даже в таком состоянии его можно точить. И грифель не выпадает из карандаша. То есть я его практически полностью стачиваю. Очень их люблю. Повторюсь, у меня самый любимый оттенок 0,7. Я просто каждый раз его в ноль практически стачиваю. И 0,1 более такой розовато-тепловатый, но тоже хороший. Я чуть-чуть расскажу про органайзер. Потому что это очень важный этап для того, чтобы все вместило. Для того, чтобы было максимально удобно делать макияж. Раньше не придавало такое значение вот этим органайзерам. И просто заталкивала всю одну косметичку. Потом все это с утра выковыривала. И мне это очень сильно напрягало. Сейчас все это просто вот так стоит. И у меня очень быстро получается сделать макияж. Потому что я понимаю, что я там в 5,50, в 5,40 просто физически не могу все это выковыривать, стоять, искать что-то. У меня до этого был другой органайзер. Просто как коробочка железная такая зелененькая. Сейчас у меня вот такой вот. У меня где-то, наверное, порядка месяца. Я им очень довольна. Я его покупала на Balberis. Все же главное показываю. Плэнок органайзера в кадре не видно. Вот этот ящик выдвигается. Очень удобно. Здесь как раз то, что не помещается сюда. Тут, собственно, я сейчас про что расскажу. Пудра, бронзер, помада. Вот здесь как раз секции, собственно, боковые. Такие удобные. Они разделены. Сюда кисточки. Здесь вот такие. Консилер, карандашик, блеск. То, что высокое. Чем не полетел. И вот здесь как раз тоже кисточки для туши. Все остальные продукты, которым чуть дольше покажу. И здесь вот так, с задней стороны. Также все легко найти. Все очень быстро. Так как все это у меня в ходу. Ничего прям особо хранить там не надо. Все перетирается постоянно. Все дезинфицируется. То есть просто нет лишней косметики. За счет этого удается ее все поддерживать в чистоте. Это, конечно, очень сильная штука пачкается. Вот как раз следующий этап. Это пудра. У меня вот такая сейчас рассыпчатая. Она у меня заканчивается. Это просто боль. Потому что она мне очень сильно нравится. И подорожала просто невозможно. Раньше она стоила 3400 рублей за 20 грамм. Это Герлен. Пудра очень крутая, рассыпчатая. Все дотереть надо. Она очень красивая. Вкусно пахнет. Продукт хорошо фиксирует. Макияж. Она незаметная на коже. Я просто обожаю. Надеюсь, что она мне не закончится. Но она решила потихонечку заканчиваться. Поэтому буду искать ей замену. Конечно же, более бюджетную. Но вот этой пудре уже, наверное, месяцев 8. И сейчас еще продукт в ней есть. При постоянном прям использовании. И как зеркальце все отражается. Она просто меня радует. Утром, когда не выспавшаяся, подходишь. И она такая красивенькая. Приятно ее взять в руки. Как-то настроение поднимает. Оттенок 2 Клэр. Она такая светленькая вообще. Но на коже становится практически прозрачной. Любой кистью прекрасно наносится. Мне она очень нравится. И под глазками ее незаметно. Она не сморщивает. Не делает сморчок из кожи под глазами. И в принципе, с помощью этих продуктов можно всегда сделать дневной и вечерний макияж. Если вам нужно сделать мейкап на вечер. Как вот, например, визажист. Я, например, приходила на съемки. Кейс. Ты не унесешь всю косметику с собой. И так или иначе, у тебя кейс или косметичка. Это конструктор. Всегда можно тон сделать плотнее. Если у тебя, например, нет какие-то мероприятия, выхода. Можно нанести консилер спонжем, например. Можно нанести его менее плотно. Можно всегда миксануть консилер. К примеру, с тональной основой. И получить среднюю текстуру. Я так много раз на самом деле делала. У меня был такой увлажняющий консилер. И когда мне нужно было выйти на мероприятие, я просто миксовала его с тоном. Или наносила отдельно консилер. И отдельно, например, скультурирующий продукт. Вот посмотрите на свою косметичку, как на конструктор. Что вы с чем можете смешать, чтобы получить в итоге тот мейкап, который вам нужен в данный момент. Раз получается такое более плотное покрытие, но по-прежнему оно незаметно. Вот обычный дневной свет, не солнце, там никаких у меня тут дополнительных источников нет. Это красиво выглядит эстетично. Обратите внимание на вот этот момент. Далее, это самая помада, которую я отложила. Матовая от марки Эстрады. На самом деле это тот продукт, который я использую достаточно редко. Но каждый раз я к нему обращаюсь в базовой косметичке. Поэтому у меня есть. Это просто матовая стойка помада. Не гиперпигментированная. В таком базовом сероватом оттенке. В принципе, в косметичке минималистая. Она не обязательно на самом деле. То есть достаточно просто там контурного карандаша. Девочки, у меня было очень много роликов на канале. Есть очень подробный. Как красиво себе карандашиком накрасить губы. Обязательно посмотрите. Если вам интересна тема, если у вас, например, есть карандаш, вы не знаете, как им пользоваться. Там просто куча фишек, секретов. И напишите, если что-то еще нужно доснять. То есть смотрите на то, чем вы каждый день пользуетесь. То есть принцип минимализма в том, что ты оставляешь то, чем пользуешься постоянно. И то, что тебе может понадобиться. Например, в случае, к примеру, на выход. Обратите внимание на такой момент, как состав косметического средства. Потому что, например, продукты в сухой текстуре не имеют в составе воды. Соответственно, они хранятся дольше. Зачастую даже дольше заявленного срока годности. Видите, вот смотрите, здесь 12 месяцев, например. Но по факту эта пудра может храниться намного дольше. С ней ничего не будет. Если вы это не любите, если вы этим не пользуетесь. Возможно, у вас просто рука сама постоянно тянется к помадам в классической формуле. У многих девочек, например, у меня сестронка спрашивала про помады. Какие купить? Я говорю, те, чем ты чаще всего сама пользуешься, чтобы это было в ходу. Потому что у нас бывает такой девочек, знаете, что-то понравилось. Думаешь, ну я когда-то этим буду пользоваться. Ну, как правило, это когда-то никогда не наступает. Следующий такой важный момент, блок, это бронзеры. Девочки, как же я их недооценивала. Но сейчас у меня в косметичке на каждый день, на любой особый случай, всегда должен быть этот косметический продукт. Потому что он моментально преображает макияж. Кожа выглядит более загорелой, выглядит отдохнувшей, холеной. И также в кадре, когда, например, вам предстоит какой-то особый случай, именно после того, как вы наносите бронзер, ну, главное, правильно нанести, правильно подобрать. Если нужно какое-то видео обучающее, напишите, пожалуйста, снимем обязательно. По скульптуре, по бронзированию. При правильном нанесении, это тот продукт, который моментально делает вашу кожу отдохнувшей, холеной. Как будто вы выспались, как будто вы отдохнули, но что еще нужно. И плюс еще задает дополнительный рельеф лица. Потому что, как правило, все-таки, когда мы протонировали кожу, лицо кажется таким более плоским. Особенно в кадре, когда мы снимаемся. Например, мы идем на мероприятие на какое-то. И смотришь в кадре, у него чуть-чуть лицо плоское на фотографии. А это из того, что вот не хватает таких, каких продуктов, которые дают нам эффект света тени, эффекта какой-то загорелой кожи. Поэтому вот самый у меня любимый бронзер это N-Beauty Beach. Единственное, что из минусов он подорожал очень сильно. У него очень красивый оттенок. Он немножечко похож на те самые от Hourglass. Только у N-Beauty даже поинтереснее. Чуть более кремовый, чуть более холодноватый, правильный оттенок. В моей коже он как раз такой эффект дает, как будто бы ты отдохнула, просто чуть-чуть слегка так подзагорела. Очень красивый. Вот для начинающих, для новичков, для девочек, кто только знакомится с бронзерами, это такой отличный вариант, потому что с ним сложно напятнить. То есть его просто вот берешь, наносишь кисточкой, и он вот легко растушевывается и чуть-чуть сияет. Обратите внимание, бронзеры мы подбираем по типу кожи. Если кожа жирная, вырабатывает постоянно с темом, то, конечно, вот такие сияющие истории будут вызывать дискомфорт. Вероятнее всего, потому что будут давать еще дополнительное сияние. Прежде всего, ориентируйтесь на свой тип, на состояние кожи. Но это тот продукт, который недооценен. И часто девочки говорят, зачем нужны они? Зачем нужны? Они же старят, они делают кожу рыжей. Ну, это потому что просто неправильно подобрал. Если правильно подобрать бронзер, то у вас просто вообще вопрос с тем, как красиво получится на фотографиях, или же просто с тем, как более выглядеть отдохнувший, выспавшийся каждый день. Будет просто отметен в общую сторону. Это бронзер уже замечательный. Я его покупала за 800 рублей в золотом яблоке от марки Revolution. Оттенок Bahia. Более бюджетный, более пигментированный, более кремовый. Такой и более красноватый. Он дает эффект подкопченый на солнце кожи, прям, как будто она очень сильно загорела. И также, обратите, кстати, внимание, например, тоже, даже Scott Barnes делает J.L.O. скульптурирование не серым скульптором, а именно вот таким красновато-рыжеватым. То есть он ее полностью тонирует таким образом. И вот, например, вот этот бюджетный бронзер от Wet n Wild. Видишь, конечно, упаковочка у него попроще. Стал для меня очень крутой заменой бюджетной от Charlotte. Я помню, покупала эту пудру в оттенке. Сейчас она, по-моему, уже TEN. Оттенок этот был Dark назывался. Это уже, видите, бронзер в матовой текстуре. При этом он такой вот как раз рыженький. Его можно нанести на подскуловую зону, как следует растушевать. И, соответственно, он такой тоже будет давать красивый эффект загорелой кожи. И будет давать дополнительную тень. Видите, он уже как будто встает такой эффект объема матовый. Как раз мне кажется, девочкам жирной кожи понравится. Единственное, что если бы белоснежка, очень-очень аккуратно. Будьте с подбором оттенка, потому что просто можно получить рыжие скулы. Лучше давать предпочтение бронзерам. Таким вот более холодных, нейтральных оттенков. Типа вот этих вот. Короче, по бронзерам, если видео нужно, я бы не снимала еще, напишите. Просто думаю, как оно нужно будет или нет. Потому что иногда снимаешь ролик, и когда нет обратной связи, ты не понимаешь, тебе дальше это еще делать или не делать видео. Так что вот эти, кстати, мои три любимчика. Есть, конечно же, еще и скульпторы. Там отличия принципиальные. Скульпторы тоже играют свою роль в создании мейкапа. Но на каждый день, если нужен минимализм, если нужен минимум косметики и максимум результата, то вот какой-нибудь один бронзер, который будет выполнять роль просто продукта, которая вам действительно сделает крутую такую холеную загорелую кожу. Просто необходим, поверьте, девочки. Вот на туши я останавливаться особо не буду, потому что я ее практически не использую. У меня очень чувствительные глаза. И в основном я просто реснички себе подклеиваю. У меня было два очень подробных видео, прям мастер-класса. Вообще абсолютно все бесплатно. Просто заходите, смотрите, как приклеить себе реснички-пучки. И вот на каждый день я себе просто пучочки сама подклеиваю. Хожу с ними по несколько дней. Тут у меня еще есть некоторые, которые... Я потом аккуратно снимаю с ресничек, снимаю с них клей. И назад использую по несколько раз. То есть то, что мы делаем с ленточными ресницами, можем также делать и с ресницами-пучками. Клей мой самый любимый, Ardell Lash Creep. И, соответственно, пучки. Фирма Pumblinat называется какая-то. Покупаю на Вавлоприс просто. Чтобы занимало меньше места из разных упаковок. Вот у меня тут намешано уже, чтобы не упало. Подклеиваю просто все в одну. Соответственно, так получается удобнее. Обязательно пинцет. Здесь у меня сзади висит. Про инструменты чуть позже скажу. Давайте тогда я сейчас про... Про тушь не сказала, кстати. Забелталась. Я просто не текст, ничего не пишу. Обычно, знаете, как по порыве души снимаю. L'Oreal Lash Paradise. Честно скажу, обычная тушь. Вообще ничего такого не делает. Она подтекает, растекается. Ну, хотя бы она не осыпается в глаза. У меня на нее хотя бы аллергии нет. Я использую просто непосредственно для съемок. Когда у меня уже подклеены реснички. Я сделала себе красоту. И мне нужно просто, чтобы это все смиксовать со своими. Чтобы в кадре выглядело все более органично. А так на каждый день я все просто подклеиваю на свои или под свои. Дальше. Стойкая красная помада и блеск для губ. Это те продукты, которые у меня в косметичке необходимы. Раньше я пыталась убедить, что они мне не нужны. Но по итогу все равно это для меня важно обязательно. Идеально красный. На выход, на каждый день. Блеск для губ у меня тоже запрещен. Он уже снят, к сожалению. Я бы такой еще раз купила. Потому что у него очень экономичный расход. Он безумно красиво выглядит. Это Mark Jacobs. Оттенок Sugar Sugar. И мне каждый раз девочки спрашивают, что у тебя на губах. Так вот, это он. По факту это просто базовый такой бежевый плампер для губ. Чуть липковатый такой. Он прям вот уже... Сейчас покажу поближе. На сводчах уже видно, как он круто создает эффект объема. Что-то у меня свет уже уходит. В другую сторону. Классный. Сейчас в принципе уже в бюджетном сегменте такие наделали. Что-нибудь постараюсь такое классное найти. Потом с вами обязательно поделюсь. Я, кстати, сразу что покупаю, обычно выкладываю все в Telegram. И составы тоже там разбираю. Мой идеально красный. Не чисто красный оказался. У меня было много красных помад. И по факту я почти все продала. Оставила только вот эту. Сейчас это Chanel. Оттенок Таймлесс. Ружен лак линейка. 80 номер. Это такой красный и хамелеонистый. То есть он играет в зависимости от освещения. Смотрите, он может быть и темным каким-то бордовым. Потом он красновато-розоватым. Простите, иногда там звуки могут быть потусторонние. Потому что на улице потусторонние. Стойкая помада, которую можно нанести вот так вот легко. Она что-то тинтует в губы. И, соответственно, будет с вами держаться. Можно наслоить и сделать четку более плотной, яркой. Мне вот такая текстура ближе всего оказалась, как выяснилось в результате проб и ошибок. Ее, конечно, очень надолго хватает. Она максимально экономичная. Когда-то я, по-моему, покупала из Бали Шоя скидкой по акции. По-моему, что-то до 2000 она стоила. И с ней вообще ничего не происходит. Все прекрасно. И она у меня вот такая вот самая-самая любимая. Пару слов про тени для век. Сейчас уже они стали хайповые. Это китайский бренд Flower Nose. Я их покупала вообще год назад. На самом деле, они у меня уже давно. Просто я увидела картинку в Пинтересте. Они мне очень сильно понравились. Нашла их. И оказалось, что это китайский, по-моему, люкс Алиэкспресс вообще. Хорошие, кстати, тени. Они матовые, они базовые. Они достаточно пигментированные. Понятно, они не могут немножко подсыпаться при нанесении. Но очень красивые оттенки. И эта палетка у меня прижилась. Я ее не продала даже. То есть это такие красивые базовые оттенки. Чуть-чуть с теплинкой. Они вообще в любой непонятной ситуации. У них неплохая такая, да, тем поближе сделала, текстура. Они такие достаточно сухенькие. То есть это не прям какие-то суперкремовые тени. Но они очень красивые. Я их покупала за 1300 рублей. Смотреть надо разных просто продавцов. Вот дорожка, вот дешевле. Это оттеночек 0.1. Мне очень понравились эти тени. Они действительно базовые. Прям классные. Единственное, что вот этот спаркл, видите, он прям какими-то блестками отдельными. Ну вот он симпатичный такой. Но у меня если блестки эти в глаза попадают, могут вызывать раздражение. У меня почти со всеми спарклами так вот. Вообще 99% случаев. Так крутая. То есть в чем фишка вообще? В том, что обязательно должна быть какая-то базовая палетка, которой можно сделать макияж на любой случай. Состоящая из не просто нейтральных, но желательно чуть-чуть с тепловатым оттенком теней. С помощью которых мы можем сделать затемнение, углубить чуть-чуть при необходимости глазик. И также, чтобы были обязательно транзитные какие-либо симпатичные оттенки, то желательно, чтобы не холодные были. Вот что важно. Минимум косметики, максимум результата. Здесь все в этом плане прекрасно. И вторая палеточка, которая у меня уже практически дырявая, это M-Beauty For Me оттенок 001. Конечно, очень сильно пачкается футляр. Очень сильно прям вот прикасаешься, уже след остается. Я еще сижу, вся в слотчах заглазанная. Так же принцип тоже, только здесь все-таки преимущественно оттенки не матовые, но с сиянием. За счет этого они такие кремоватые, они легко распределяются. Здесь вот такая сияшка красивая есть, более темный оттенок. Такой рыжезолотистый, которым я пользуюсь в принципе не часто. В основном использую эту сияшку и вот этот более темный оттенок. Тоже классная такая база просто на каждый день, на выход. То есть если, например, мне нужно на выход сделать макияж, я, соответственно, делаю более драматичный такой эффект. На каждый день я вообще тени не использую. То есть я просто, опять же, бронзером наношу на складку неподвижного века и все. То есть я тени, мне, честно, девочке лень с утра все это делать. А так съемки на выход или так по настроению. Такая палеточка идеальная, потому что оттенки вот эти практически любой цвет глаз делают еще ярче. Причем фишка тепловатых оттенков именно в палетках теней, потому что они выделяют оттенок глаз и они выглядят более такими яркими. Глаза не кажутся, кстати, уставшими с ними совершенно. Поэтому для меня это такая базовая база просто. Получается у меня всего две палетки. Можно, в принципе, сократить до одной. У меня раньше что-то одна была. Вот и их уже хватает, чтобы сделать такой полноценный макияж. Вообще в любой непонятной ситуации. Так, и про кисти. У меня здесь стоят чуть больше, чем, в принципе, я использую. То есть самые такие базовые кисти для меня лично это... У меня, кстати, когда-то попалась палетка Urban Decay и до сих пор остается самой любимой. У меня некоторые из них в пигменте, потому что я им просто сегодня макияж уже делала. Так они все чистенькие. Это кисточка какая-нибудь вот такая маленькая, чтобы была каким-нибудь хвостиком, чтобы можно было просто выстроить линию, там стрелочку как-то вытянуть. То есть можно же это кисточкой консилера наносить. То есть, в принципе, один продукт. Ой, все равно кисть там на все случаи. Также для меня важна обязательно кисть для растушевки. Мак 217. Вообще в любой непонятной ситуации. Спонжик, опять же, петерблендер классический. Черный влажный спонж часто просто спасает ситуацию. Для меня он часто бывает необходим для определенных техник мейкапа. Но в целом, как бы, если им не пользуешься, то и нет какой-то необходимости особой. Пушистенькая кисточка для нанесения пудры. И этим же кистью можно нанести бронзер, либо бронзер нанести просто кисточкой чуть больше. То есть вот такая вот просто база-база. И для меня еще обязательно важна кисточка для кремовых текстур. Вот такой вот какой-нибудь формы. Кругленькой чуть-чуть, вот знаете, немножечко вот так вот, чтобы она... Забываю про камеру вечную. Чтобы она вот так вот чуть-чуть была немножечко. То есть, чтобы можно было румяшки кремовые нанести, и припудрить можно, и то нанести. Все, что хочешь, можно класть. Тоже очень удобно. И все такое вот на самом деле. Я вот пользуюсь вот по факту этим на каждый день. Остальное все это уже, знаете, какие-то такие вот более съемочные истории. То есть, в них, в принципе, нет необходимости. Консилер, как правило, тушевую пальчиками. Понжик, где еще у меня красавчик лежит. Ну, собственно, и такой вот у меня базовый наборчик получился. Все называется. Хотела снять короткое видео. Получилось просто очень сильно длинное. Приходим с вами к подарочкам. От всей души поздравляю победителя под прошлым видео. Напишите мне, пожалуйста, в личку контакта указанных под роликом. Вконтакте, телеграмм, почта, как вам удобнее. И если хотите поучаствовать, все более чем просто. Это быть подписанным на мой YouTube канал. Поставить лайк этому видео. Позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Очень и очень старалась. И мы, конечно же, с вами не прощаемся. До новых встреч, новых роликов. Всем пока.